Жители Стера во Флориде, Ричард Уилбанкс, как обычно, выгуливал своего щенка за домом. Трехмесячный кавалер Кинг Чарльз Спаниэль по имени Ганнер резво бегал вокруг, то подходя к хозяину, то убегая в сторону. Они неспешно приблизились к пруду. Неожиданно из воды выпрыгнул молодой аллигатор. Он с невероятной скоростью схватил ни о чем не подозревающего щенка и попытался скрыться в водоеме. Это был обычный день, как всегда. Мы ежедневно гуляем у этого пруда. Аллигатор вылетел из воды, как ракета. Я и не знал, что они могут быть такими стремительными, рассказал Ричард. Не раздумывая, 74-летний Ричард прыгнул в воду вслед за рептилией. Он быстро догнал ее. Эти хищники становятся особенно опасными для людей, когда их длина достигает 120 сантиметров, и лучше с ними не связываться. К счастью, этот аллигатор был значительно меньше. Схватить и удерживать рептилию, по его словам, было несложно. Гораздо труднее было заставить хищника разжать пасть и отпустить щенка. Ричард продолжал держать голову аллигатора над водой, опасаясь, что ганер может захлебнуться. Ему пришлось засунуть обе руки в пасть хищника, чтобы освободить щенка. Наконец, аллигатор сдался и отпустил собаку. Щенок пулей выскочил из воды. У него была небольшая рана на животе, не опасная для жизни, в то время как руки Ричарда сильно пострадали, так как хищник изрядно их покусал. Незадолго до этих событий Федерация Дикой Природы установила камеры возле домов, рядом с которыми обитали дикие животные. Одна из таких камер запечатлела момент, когда Ричард боролся с хищником за жизнь своего питомца. Эта история могла бы остаться неизвестной, если бы не внимательные волонтеры, изучившие записи с камеры. На следующий день Ричард стал местной знаменитостью. Многие были шокированы этим инцидентом, а некоторые восхитились мужеством простого пенсионера из Флориды. Люди отметили, как важно уметь действовать быстро и не бросать друга в беде. Теперь Ричард выгуливает ганера только на поводке. Хотя он чуть не потерял своего щенка.